И, наконец, раскрою тайну яйца. Обширная выставка студентов и педагогов колледжа Карла Фаберже открылась в Видном. Учебное заведение имя великого ювелира носит не за красивые глаза, а за золотые руки нашей студии гость Ольга Ампанасек, заведующая выставочного фонда отдела историко-культурного центра. Ольга, почему выставку открыли именно в Видном, ведь колледж находится в Москве? Дело в том, что года полтора назад к нам приезжали сотрудники этого колледжа и очень интересно рассказали о нем. Возникла идея создать выставку. Впоследствии мы пригласили на эту выставку и наш видновский художественно-технический лицей. Так создалась экспозиция «Мозаика». Тем более, что учащиеся в ЭХТЛ поступают в этот колледж, насколько я знаю. Да, в этот колледж поступают не только учащиеся в ЭХТЛ, но также и детские школы искусства района и детских центров творчества. Вы принесли с собой несколько работ. Немного расскажите о них, что это за экспонаты. Вы знаете, очень замечательные работы. Они и знаковые одновременно. Вот, например, декоративное ювелирное яйцо, которое создано по мотивам знаменитого ювелира Карла Фаберже. Это француз с немецким именем Карл, который стал знаковой фигурой именно в ювелирном искусстве. И вот ребята по этим мотивам создают такие замечательные произведения. Второе яйцо – это работа учащегося нашего видновского художественно-технического лицея «Роспись по дереву». И замечательный Дед Мороз, который символ Нового года. У нас сейчас в выставочных залах не только мозаика, а целое новогоднее мозаичное полотно из красок, творчества, цвета. Мы хотим всех пригласить сюда. Три работы вы принесли сюда, а еще больше сможете увидеть на самой выставке и в нашем сюжете, который покажем прямо сейчас. Маленький холл историко-культурного центра, пожалуй, и не видел одновременно столько красивых и нарядных девушек в народном стиле, но ультрасовременные. Они приехали в видные столицы, чтобы показать на себе три коллекции одежды. Яркое дефиле открывало обширную выставку работы из колледжа имени Карла Фаберже. Сразу после показа специально для нашей съемочной группы дизайнер колледжа рассказывает об особенностях представленных моделей. Видите, остатки были батикообразцов, и чтобы их применить, здесь очень сложные эти техники аппликации. Почворка, синель, стежка. Это оригинал шелка туркменского, которому 30 лет кусковый. Это был герб Таджикистана. Девушки, непрофессиональные модели, это студентки. Того же колледжа первокурсницы. Так шить они еще не умеют. Работы выполнены учащимися старших курсов. Коллекции были номинированы и дипломированы в массе конкурсов. Их показывали даже в Кремле. Модницы готовы купить изделия прямо с подиума. Вот, например, ватник «Перезагрузка» рассказывает о родине нашей. Тут и Калинка Родниной, и квадрат Малевича, и ракета в космосе. Все здесь в технике символа, наива, но узнаваемо. Это все то, что наше достижение нашей страны. Разумеется, когда речь идет о колледже имени, пожалуй, самого известного ювелира. Не показать драгоценности нельзя. Здесь говорят, каждый выпускник – это маленький фаберже. И вряд ли преувеличивают. Заведение несколько лет назад посетила правнучка мастера Татьяна Федоровна. Ей очень понравились работы студентов. Мы готовим студентов на самом высокотехнологичном оборудовании. Работают они с разным металлом. То есть это и мельхиор, это и серебро. Вы видите здесь и фианиты, и эмалирование они проходят. Они также изучают технику филигрань. Вот, например, вот это красивое яйцо. Вот когда мы видим такое изделие, оно как бы кружевное, такое все. Вот выполнено такое миниатюрное. Вот это как раз называется техника филигрань. Показать в одном сюжете все с выставки «Мозаика» возможности нет. Здесь живопись, лаковые миниатюры, куклы, текстильные цветы, батик, ручное ткачество, глина и многое другое. Более того, выставку дополнили работами учащихся Видновского художественно-технического лицея. Также мы посчитали, что логичным, что вместе с колледжем будет выставляться наш Видновский художественно-технический лицей, поскольку, выпускаясь, идут учиться именно в колледж. То есть у них такая давняя связь. Надо сказать, юные видновчане весьма достойно представлены на экспозиции. Вот, например, графика Даши Федоровой. Девочка нашла возможность приехать на открытие. Мы очень рады всегда ее работам, но в этот раз Дарья нас порадовала вот такой вот графической работой, которая говорит о том, что действительно в простом карандаше, на кончике простого карандаша, действительно можно увидеть целый мир. Грустно, но коллекцию одежды можно было увидеть только на открытии. Но есть новость и хорошая. Выставка «Мозаика», а это порядка трех сотен предметов, работают в ВКЦ до 24 января. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.